В девятиэтажном доме номер 7 по улице Академика Глушко не работает лифт. Вернее, он работает, но очень редко. По подсчетам жильцов, 5-7 дней в месяц. Согласитесь, не часто. И это доставляет колоссальные неудобства всем проживающим в этом доме. Особенно пожилым людям и мамам с детскими колясками. Жильцы, проживающие в доме номер 7 по улице Академика Глушко, столкнулись с проблемой поломки лифта. История этой поломки в далеком прошлом. Еще три года назад, когда старый лифт решили модернизировать, С тех пор он регулярно ломается. Вот и этот раз не стал исключением. Мы заходим в подъезд. Пытаемся вызвать лифт, но, увы. Вот лифт не работает обычно у нас тут. Если все горит, я вот так сдвигаю двери, он открывается. Но если вот ты не смог зайти в двери и зажал двери, все, он сразу двери на растяжку и все. Отметим, дом девятиэтажный. В нем проживают как молодые семьи с маленькими детьми, так и пожилые люди, многие из которых имеют проблемы со здоровьем. И для них очень сложно спуститься и подняться по ступенькам, например, этаж на седьмой. Из-за этого многие из пенсионеров выходят на улицу всего раз-два в месяц. А некоторые вообще вынуждены сидеть дома, потому как пешком преодолеть такой спуск не в состоянии. Я живу на восьмом этаже. И мне приходится хоть раз в неделю спускаться, выбросить мусор, пойти в магазин, купить какие-то продукты нужные. А лифт у нас не работает. Очень тяжело. Лифт вообще у нас не работает. Сейчас с колясками, допустим, подниматься на седьмой этаж, это очень тяжело. Сейчас с пакетом нелегко будет. Ну, что делать, вот так. У нас просто лифт никогда не работает. Вот он вот если за один месяц работает, дня 4-5, то есть это очень хорошо. Он в основном вот он всегда стоит. И причем вот мы вызываем лифтера, мы звоним в аварийную службу, нам объясняют, что вызов принят, вызов принят. То есть как бы доходило уже вот до такого, что я с ребенком захожу в лифт, мы собираемся выйти с восьмого этажа, дверь не раскрывается внутренняя, вот такое, ну вот расстояние, а наружнее там чуть-чуть больше. Я вызываю мастера, я сама вот объясняю всю причину. Я говорю, двери на лате элементарно, они старые. Вот никто ничего делать не собирается. Мне говорят, что слышите, мадмуазель, тут я мастер или кто-то еще, то есть вопрос-ответ, все. Мы с мужем собирали, у нас ребенку сколько годик был, мы собирали подписи, обращались в инстанции по правам человека, основываясь на том, что нам сказали, что была замена лифта полная. То есть выделили средства, вам заменили лифт. Когда начали докапываться, мне просто сказали, идите отсюда в жопу, ну то есть как бы даже так. И у вас была модернизирована сама кабина. То есть лифт мы вам не меняли. По документам вы ничего не докажете. То есть все. И мы уже поняли, что безнадежно бороться как-то и некуда обращаться даже. Люди в нашей стране никому не нужны. И никто не собирается помогать. Как рассказывают жильцы, они обращались уже во все инстанции. Все безрезультатно. Выловить лифтера тоже невозможно. Мы попробовали позвонить ему. Однако на звонки никто не отвечает. Перезванивать тоже не спешат. В те редкие дни, когда лифт работает, люди часто застревают в нем. А бывают и хуже. Например, то, что произошло с одной из жительниц дома. Я летела с восьмого этажа по третий, пока не сработали распорки. Это тоже было. Тоже летали на нашем чудесном лифте. Тоже звонили, жаловались, объясняли ситуацию. Единственное, чем мы можем вам помочь, вас вытащить из лифта. Да, действительно, там приехали между вторым и третьим этажом, там открыли дверь и меня вытащили. И все. И хорошо, что распорки сработали. Иначе неизвестно, чем бы это могло закончиться. Вот с такой проблемой жильцы борются уже третий год. И каждый раз, заходя в модернизированный, как выражаются в городских инстанциях, лифт, люди подвергают себя опасности. Неужели чиновники ждут, пока кто-нибудь не покалечится, если не хуже, чтобы начать делать то, что им положено?